Доброе утро, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моём канале. Я начинаю новый влог и должна была просто показать вам эту красоту. Мою машину в лепестках. Правда, всё уже очень сильно приклеилось. Придётся мне сразу, как только я приеду в Баку, естественно, отмыть машину от всей этой красоты. Это сегодня, кстати, смотрится не так классно, не так зрелищно, как было вчера. Вчера шёл дождик и очень много лепесточков упало. Смотрелось безумно красиво. Моя машинка выглядела просто как невеста. Вчера просто было не до съёмок. Я насняла очень мало контента, хотя планировала каждый день снимать для вас влог. Зато в Инстаграме было очень много историй. Просто физически, честно, не было возможности, потому что были как бы поминки, что-то вроде поминок. Так, приходили соседи, гости, всем надо налить чай, приготовить что-то. Естественно, возможностей не было. Поэтому я решила всё-таки завтра с утра, дай бог, собрать сегодня все свои вещи. И завтра с утра, наверное, я поеду уже в Баку и уже буду рисовать для вас бумажные сюрпризы. Хотя, вы знаете, я взяла абсолютно всё с собой. Но здесь дело в том, что, во-первых, у меня нет возможности сосредоточиться на работе. Хоть и всем кажется, что снимать влоги, снимать бумажные сюрпризы, делать коллекции, вам вообще со стороны и вообще людям вокруг кажется, что это ерунда на самом деле. Но когда ты проделал очень много работы во дворе, красил, стирал, не знаю, что-то мыл, кого-то встречал, у тебя уже физически нет возможности ещё сесть снимать контент. Когда ты это делаешь без настроения, вы это, по идее, чувствуете. Поэтому это нужно делать с душой. А чтобы это делать с душой, нужно иметь какое-то настроение. А чтобы было настроение, нужно поехать в город. Поэтому, наверное, я одна завтра с утра. Возможно, я возьму с собой ещё друга детства, потому что он тоже должен поехать в город. Знаете, кто сразу пришёл? Твиксик. А Твиксик что делать? Ещё одна проблема для меня. Короче, Твиксик меня тоже достал. Везде здесь он лежит. А потом приходит обниматься. Твиксик, кстати, наконец-то научился давать отпор соседским котам. И уже он от них не убегает. Он уже знает свою территорию и не позволяет другим заходить на нашу территорию. Ой. Людей на поминках было очень много, поэтому взяли соседскую кастрюлю. Точнее, я пошла за ней и тащила, не заметив, что я заляпала свои брюки. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как это можно отмыть и можно ли это как-то отмыть. Я просто не знаю. Жалко. Это мой любимый костюмчик, который я заказывала ещё в прошлом году на Шейн. И вот в таком состоянии он. Как вы знаете, изначально я планировала здесь оставаться месяц. И вот даже свою посылку от Шейн попросила брата привезти сюда. И хотела мпэкинг снять прямо здесь. Вот такая классная, кстати, кепочка мне пришла. Ну, подробно ещё я вам буду снимать всё это дело. Распаковку, мерить всё, показывать обязательно. Хотя платьишко, которое я купила для перваночки на подарок, я ей уже отдала. Хотя, может быть, покажу вам его тоже. В общем, здесь очень много вещей. Вот очень красивое такое платьишко. Я вообще хотела, сидя где-то в траве, с каким-то классным задним планом, с природой, снять для вас ампэкинг. Но, к сожалению, сейчас этой возможности нет, потому что на улицу холодно, немножко ветрено, вам ничего слышно не будет. И мне не хочется долго здесь оставаться, потому что нужно загружать контент. Я стараюсь ответственно относиться ко всему этому, а возможности загружать видео у меня здесь, к сожалению, нет. Поэтому я, наверное, уже сниму это видео в Баку. Вернусь и уже сразу сниму для вас контент. Кстати, топы тоже заказала для Нармишки и для себя на подарок, чтобы мы как близняшки ходили в одинаковых топиках. В общем, все вам обязательно подробно покажу. А это платье, это вообще пушка. Не хотела показывать, но это платье мне очень понравилось. Оно невероятно круто сидит, я уже успела померить. Безумно просто понравилось это платье на лето. Такой классный материал, очень приятный на ощупь, легкий, в жаркую погоду самое то. В общем, надо погладить обязательно, естественно, перед тем, как померить и вам показать. Все остальное хотя бы показывать не буду. Это все в багажник. Поскольку я уже начинаю собирать свои вещи. Смотрите, что он делает. Вот что он делает. Зачем он здесь валяется, я не понимаю. А потом приходит обниматься. А когда я его убираю, он обижается. Господи, сына. Вчера я снимала, как я крашу стены. И я хотела заснять для вас весь процесс. И потом в быстром режиме показать, как все быстро красится. Потому что подобные видео я видела в ТикТоке. Там касательно ремонта. И очень залипательно смотреть, как было до и после. И в быстром режиме. Прикольно это все смотрится. Я, в общем, поставила камеру. Все это дело снимаю. Проходит мама, папа. Я постоянно говорю, осторожно камера, осторожно камера. Сейчас она упадет. К сожалению, камера стояла не на штативе. Поэтому я сильно за нее переживала. Кстати, где-то должен быть штатив. Я же взяла с собой штатив. Я даже не знаю, куда я его делала. В общем, в этот раз я решила поставить не на штатив, а на два стула. Я просила родителей, когда они проходили мимо, аккуратно. Там стоит камера, аккуратно. И что вы думаете, в конце произошло? Мама нечаянно уронила швабру прямо на мою камеру. Камера упала на пол. И она упала на кафель. На метлах. И сейчас, кстати, она начала чуть-чуть глючить. И это очень обидно. И даже дело не в деньгах. То, что она стоит около 60 тысяч рублей, дело даже абсолютно не в этом. Просто этой камеры нет в Азербайджане. И сейчас Россия тоже под санкциями. Я не знаю, есть ли там Canon вообще и сколько это все стоит. Там все сильно подорожало, как я понимаю. Хрен чего найдешь. И что делать в такой ситуации? Я очень надеюсь, что она придет в себя. Она помилует меня и будет работать как раньше. Никаких проблем не будет. И вообще, если вы сравниваете обычные телефоны, например, с камерами, здесь надо быть аккуратнее. Мне до этого, конечно, об этом говорили. И вообще от блогеров я тоже слышала, что камеры Canon, они очень нежные. То есть каждое падение сказывается. Например, телефон можно уронить, не знаю, сто раз. Он будет шикарно работать, как и раньше. И никаких проблем с этим не будет. Но вот эти камеры с этими ударами справляются гораздо хуже. Какой же приятный легенький ветерочек. Погода здесь просто шикарная, честно. Вы просто гляньте, сколько я с собой взяла маркеров. Почти все там, буквально 10-20 штук осталось. А все остальное я взяла с собой. Я почему-то думала, что у меня будет куча времени сидеть и рисовать. Вот, поэтому мы это все теперь опять загружаем в машину. И увозим с собой в гост. Нет ничего прекраснее на свете, чем шашлыка, который приготовил папа в полевых условиях здесь. Хорошенько обжарил. Смотрите, как все аппетитненько. Как я люблю маленькие кусочки и хорошо обжаренные. У нас в ресторанах даже такой косяк. Они очень плохо жарят. И поэтому, кстати, я не люблю стейк, потому что там бывает кровь. А я тут тоже, сложа руки, не сижу, нарезала лучок с зеленью. Я, кстати, полюбила зеленый... Нет, не зеленый. Вот такой репчатый лук я полюбила. Когда последний раз мы приезжали сюда в деревню, мама так классно замариновала лук. И после этого я его, кстати, люблю. Это красный лук. И здесь у нас еще салатик. А время сейчас 13 минут первого. Как раз пора обедать. Я принесла вам чай, только положила туда. Чтобы нам не было скучно кушать втроем, мы решили позвать еще и соседей наших. И они что-то опаздывают. А здесь стоит такой аромат. Аромат шашлыка. Я прям еле дружусь, чтобы не накинуться на эти шампуры и начать кушать без них. Но это как-то, наверное, некрасиво. Надо подождать их, чтобы они пришли. И уже мы все вместе сели за стол. Да-да-да-дам. Как вы думаете, кого он увидел? Это соседская кошечка. Он хочет напасть, выгнать ее отсюда и сказать, ты что, попутала берега? Ты не знаешь, чья это территория? Это территория звезды Твикса. Шашлык был невероятно вкусный. У нас были еще соседи, поэтому я снимать не стала. Вдруг кто-то не хочет светиться на моем Ютьюбе. Я всегда с уважением отношусь к личному пространству людей, которые меня окружают. Сейчас буду монтировать для вас один из влогов. И завтра уже все буду публиковать. А здесь у нас Твиксик. Как только я поднимаюсь наверх, я на втором этаже заняла одну из комнат. Вот это вот бабушкину. И он тоже прибегает сразу и ложится рядом. И спит. Мама говорит, что я вот туда-сюда таскать? Оставь его здесь и не парься. Я не могу. Это как частичка меня. Вот как мой ребеночек. Я не могу его здесь оставить. Если я уезжаю, значит и он со мной уезжает. Если я приезжаю, и он со мной приезжает. Все. По-другому никак. Я, кстати, даже здесь организовала себе рабочее пространство. Взяла абсолютно все, что мне нужно. Также у меня вот этот новый штатив, который для телефона. Он нереально крутой. Очень удобно с ним снимать видео. Но просто в этот раз, честно, вообще времени не было что-то снимать. Поэтому хотя бы сейчас я хочу сделать хоть одну коллекцию для бумажного канала. Что-то такое простенькое я сейчас сделаю. Потому что здесь и самоклейка есть, и другая обычная бумага у меня есть. Возвращаюсь к вам уже на следующий день. Я вроде собрала все свои вещи. И уже выезжаю абсолютно одна, кстати, в город. Потому что больше здесь сидеть смысла я не вижу для себя. Нужно загружать видео, нужно что-то делать. Да и, честно, мне скучно здесь, если говорить откровенно. Вот. Поэтому, дай бог, нормально доеду и вернусь к вам.